Кажется, у нас же е на звездку Игорь Яковенко, российский оппозитивный журналист. Витаемо! Слава Украине! Здравствуйте! Игорь, вот 19 декабря Путин вместе с Шойгу опять летят к Лукашенко и Хренину, соответственно. Скажите, пожалуйста, какие намерения в Путину и Шойгу, как вы считаете? Потому что, мне кажется, за 9 месяцев, если уже Беларусь не вступила в войну, она уже и не вступит, потому что, наверное, Лукашенко понимает, что это будет последний его шаг. Я думаю, что решающий фактор, благодаря которому все-таки Путин надеется сломать Лукашенко, это убийство Макея, главы Министерства иностранных дел Беларуси, потому что именно Макей был тем человеком, который обеспечивал вот такую вот многовекторность Лукашенко, то есть обеспечивал вилянием Лукашенко от Путина к Европе. После того, как Макея убили, я думаю, что у Путина есть, собственно говоря, для чего это и делалось, для того, чтобы превратить Лукашенко полностью в заложника Путина. Он рассчитывает, видимо, на то, что сейчас Лукашенко некуда деваться, ну и, по крайней мере, там хотя бы внутри российских войск, там включение каких-то белорусских войск, там, скажем, в составе общего количества российских войск, какое-то количество, там, насколько я понимаю, 15-тысячная группировка белорусских войск, она может быть направлена на украинский фронт. Я считаю, что эта надежда Путина вряд ли осуществится, но, видимо, все-таки такую попытку он решил предпринять. Игорь, скажи, пожалуйста, сегодня появилась информация о том, что Виктор Бут, которого выпустили из американской тюрьмы, побывал в аквариуме Луганске при открытии отделения ЛДПР. И вместе с ним был российский Харви Ванштейн Слуцкий, лидер ЛДПР, который когда-то занимался вопросами Приднестровья. Какая роль Бута вот этой информационной поли теперь? Как его пробуют подать, подать криминерская пропаганда? Что он там делал? Я думаю, что задача заключается в том, чтобы реанимировать ЛДПР, которая после смерти господина Же явно проваливается. То есть попытка все-таки реанимировать вот эту вот партию уголовников, партию просто самых конченных подонков, потому что она, конечно же, нужна. Она нужна Кремлю. Ну, а в отсутствие Владимира Вольфовича, в общем-то, эта партия проваливается, потому что, конечно, Слуцкий, конечно, очень смешной такой комедийный персонаж, но в качестве лидера этой партии он не годится. Ну, вот надежда, что Бут сможет как-то заменить вот это в качестве лидера. То есть, видимо, все-таки его пробуют вот на такую политическую роль. Да, можно даже стать, вы говорите, лидером ЛДПР? Ну, по крайней мере, пока похоже на то, что, так сказать, в этом... Ну, хотя это, конечно, он, конечно, не заменит господина Же, потому что это все-таки был достаточно талантливый мерзавец. А что касается Бута, то пока вот его риторика... Ну, единственное, он говорит уже некоторые смешные вещи, он себя сравнил с Донбассом, он говорит, что я вот вернулся, как Донбасс. Ну, это, конечно, смешно, но, скажем так, на такой искрометный анекдот это все-таки не тянет. Игорь, вот мы в эфире постоянно в последнее время даем видео с федеральных каналов, где пропагандисты, это Тигран Муша, Симоньян, да и Скобеева, да и Соловьев, они все как один говорят, что россияне, будьте готовы, что прилетит, что вот реальная война. Для чего это? Это подготовка почвы к тому, что будет большая мобилизация, потому нужно запугать россиян? Ну, прежде всего, нужно какой-то поддерживать, так сказать, градус истерики, нужны какие-то все новые заряды в эту топку ненависти. И, ну, в целом, безусловно, попытка переключить страну на режим «вставая страна» огромная. То есть, эта попытка есть. Насчет большой мобилизации смысла особого нет, потому что есть узкое горлышко вот этой мобилизационной инфраструктуры. Россия уже давно не та страна, которая могла, так сказать, проводить всеобщую мобилизацию. Вот эта узкая горлышко инфраструктура, она максимум пропускает 150 тысяч человек за месяц. Так что здесь это все достаточно бессмысленно. Но попытка, так сказать, в целом держать народ в тонусе, она в данном случае стоит свеч. Так что вот эта вот истерика, она будет продолжаться. Тем более, что мы пока не очень знаем, насколько оправданы предположения генерала Залужного, что в ближайшее время будет предпринято большое наступление на Киев. Ну, скорее всего, какую-то гадость до конца года Путин попытается предпринять. Ну вот да, вы верно говорите, что вот узкое горлышко и можно подготовить только 150 тысяч человек. Но вы не считаете, вот западные СМИ говорят, что Путин легко может даже 300 тысяч неподготовленных кинуть на смерть? Вот просто да, только в форме. Нет, ну это, понимаете, дурацкое дело не хитрое. Можно вообще там и миллион человек нарядить форму, включая детей, отправить на фронт. Это, что называется, в общем, не очень сложно. Но вопрос эффективности такой меры. То есть, ну можно, да, действительно, но Хаймерсам, в общем-то, все равно. Ну, сколько там людей скапливается, так сказать, на той стороне. Так что, да, это будет пушечное мясо. Но пушечное мясо имеет хоть какой-то смысл, когда это хоть как-то обученные люди и хоть как-то вооруженные. В данном случае речь, когда я говорю об узком горлышке, который вмещает 150 тысяч человек, то речь идет именно о том, чтобы этих людей можно было хоть как-то обмундировать, хоть как-то вооружить, хоть как-то прогнать через полигоны для того, чтобы они могли хотя бы выстрелить в сторону Украины. А в данном случае, если пропускать вот так большее количество людей, то это будет совсем, ну, бессмысленное пушечное мясо. То есть, ну, так это не работает. А сейчас вопрос про смысленное мясо. Идется про Валерия Герасимова. Сегодня появилась статья от New York Times, что Белый дом попытался в свое время, в апреле месяце, помешать Украине ликвидировать начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Во время того, как Герасимов был на фронте в Изюме, приезжал в апреле. И чего боялись американцы? Они боялись, что убийство Герасимова украинскими спецслужбами спровоцирует войну России против США. Я не понимаю логики, если честно. Ну, я вообще не понимаю смысла вот этих вот слов, которые вы сейчас процитировали. Потому что, понимаете, значит, убийство Герасимова зачем? То есть, Россия войну проигрывает. Генштаб с самого начала был против этой войны. Это совершенно очевидно. Значит, это известно по целому ряду сигналов, которые доносились из генштаба. Какой смысл убивать Герасимова, который изначально был против войны, и который явно не является, так сказать, генералом победы? В чем, какая логика и какой смысл кому-то убивать Герасимова? Единственное, кто может быть в этом заинтересован, это какой-нибудь Пригожин или Кадыров. Но вряд ли, так сказать, о них идет речь. Поэтому я считаю, что это совершенно какая-то бессмысленная информационная, какой-то абсолютный фейк. Игорь, последний вопрос. Если вы вспомнили о Пригожине и Кадырове, этой сладкой парочке, как вы считаете, в информационном поле роль вот этих двух преувеличена или они действительно имеют много власти и могут на что-то влиять? Они, безусловно, имеют много власти. Их власть, она частично не самостоятельная, не автономная. Оба эти персонажа, их власть во многом производна от их близости к Путину. Но благодаря тому, что они давно уже имеют собственные армии, они, конечно, обладают определенной долей автономии. И, конечно же, они много на что могут влиять. Это та самая опричнина, которая была в свое время создана Иваном Грозным. Но сейчас эта опричнина в 21 веке, она, конечно, приобретает специфические очертания. Она гораздо более зловещая и более жизнеспособная. Так что, конечно же, они много на что могут влиять. Игорь, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли возможность с нами связаться даже телефоном. С нами был Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналіст.